Добрый день дорогие друзья, школьники, учителя и просто любители игры что-то, где-когда. Прежде всего я обращаюсь к школьникам, к тем людям, которые только начали играть в что-то, где-когда или занимаются этим замечательным делом буквально год или два года. И каждый из вас пришел в эту игру по каким-то своим собственным причинам. Кого-то позвали друзья, кто-то увидел объявление в группе, ну а кого-то просто попросили посидеть за компанию и он остался. Я хочу в этих видео рассказать о том, как же все-таки получать не только удовольствие от игры, но и достигать какого-то результата. Дело в том, что для меня, что, где, когда, это прежде всего игра и соревнования в одном лице. Дело в том, что как и у любого соревнования в игре что-то, где, когда, есть всего один победитель и остальные проигравшие. Безусловно, если вы считаете себя вполне достойным занимать 10, 15 или 20 место на соревнованиях, то слава богу, я вам могу только поаплодировать и порадоваться за вас. Но в целом гораздо больше удовольствия доставляет успех. И для того, чтобы этот успех достичь, для того, чтобы достичь определенных достижений, необходимо прежде всего тренироваться. Ну и я хочу обратить ваше внимание на то, что мы играем в что, где, когда, и это интеллектуальная игра. В телевизионной версии игры, в теледомике, ведущий называет игроков господа-знатоки. И знатоки, друзья мои, это от слова знать. Так что мнение про то, что вопрос, что, где, когда, должен быть более логичен, чем интеллектуален. И для того, чтобы отвечать успешно на вопросы игры, нужно знать, допустим, объем школьной программы, а больше ничего не надо. Но это, с моей точки зрения, не совсем правильно. Дело в том, что на серьезных турнирах нужно просто, раскручивая вопрос, в конце концов, пытаться ответить на такие нетривиальные вещи, как, допустим, как звали художника, который рисовал портреты овощами и фруктами. И если никто из команды не знает, что этого человека зовут Арчембольда, то, поверьте мне, все ваши умения правильно отвечать на вопросы, раскручивать логику автора, они уже не пригодятся. Поэтому для того, чтобы играть, что, где, когда, нужно сочетать две вещи. Во-первых, иметь достаточно неплохую память для того, чтобы запоминать все, что вы когда-либо прочитали. И, во-вторых, тренироваться для того, чтобы за минуту суметь раскрутить вопрос до удобоваримого и суметь вытащить из глубины вашего разума ту необходимую информацию, которую вам нужно будет применить для ответа на тот или иной вопрос. Допустим, не забывайте про то, что любой автор – это тоже человек, у него есть своя логика. Поэтому, когда вы ругаете вопрос или считаете, что он нелогичен, неправилен и грешно такое спрашивать у нормальных, адекватных людей, подумайте о том, что автор тоже живой, адекватный и нормальный человек. И когда он сочинял этот вопрос, он, наверное, рассчитывал на то, что его возьмут. Согласитесь, что когда мы пишем вопросы, в данном случае авторы, поскольку я не только играю, но и пишу вопросы, так вот, когда авторы пишут вопросы, они, наверное, подразумевают то, что когда-нибудь этот вопрос сыграет, и команды будут на него отвечать. И если он заведомо ставит в пакет вопросов такие вот гробы, на которые никто не отвечает, то турнир теряет всякий смысл и интерес. Одновременно скучно и неинтересно отвечать на вопросы, на которые никто не может ответить, и на вопросы, на которые могут ответить все. Однако, если вы сумеете дотренироваться и доэволюционировать до того уровня, что площадка отвечать на вопросы не будет, но единственной командой, которая ответит на вопрос, будет ваша команда, то в этом случае вы, безусловно, станете победителем. И победителем, надеюсь, не только на вашей площадке в республике Коми, но и во всей республике, а можем даже сказать, что и в России. По крайней мере, опыт – это вещь очень важная. Друзья мои, если вы ходите на игры просто так, для того, чтобы хорошо провести время, это замечательно. Но, еще раз повторяюсь, если вы, в конце концов, из 24 вопросов отвечаете на 5, и это вас вполне устраивает, то, слава богу. Если вы отвечаете на 15 вопросов, и вас это не устраивает, это тоже хорошее явление. И я, прежде всего, буду обращаться к таким людям, которые считают, что плохих вопросов не бывает, что не бывает мало времени, не бывает плохой логики, и любая команда способна ответить на любой вопрос. Просто нужно хорошо поработать, и за минуту в шестером понять и раскрутить вопрос, все ходы сделать, и ответить так, как хочет автор. Поэтому наши видео будут касаться двух вещей. Во-первых, методов взятия вопроса, то есть у каждого вопроса своя методика, и они описаны в литературе. Например, попробуйте найти в интернете такие книги, как Максим Паташов о вопросах, почему вы проигрываете в что, где, когда. Хороший сайт есть крыленко.ру, посмотрите, там есть библиотека знатока. Хорошие разборы вопросов есть у Александра Либера, у Юрия Выменца, и, наконец, замечательная методичка, фактически учебник по что, где, когда, авторства Юрия Вашкулата. Именно по этому учебнику я и буду записывать мои такие небольшие размышления. Мне кажется, что игровой опыт, который я получил за несколько лет игры, позволяет, ну, хотя бы на уровне школьного что, где, когда, что-либо советовать. Поймите, это не догма, это лишь руководство к действию. Я хочу, чтобы вы понимали, что для того, чтобы развиваться и эволюционировать, слушать больших дяденек и тетенек, конечно, нужно, но прежде всего нужно и самостоятельно работать. Это первое, да, это методика. И второе, это тренировки. Для того, чтобы развивать ту или иную методику, надо тренироваться. То есть, нужно решать какие-то вещи, головоломки, отвечать на вопросы за рамками игры что, где, когда. И об этих тренировках, об этих методиках тренировки я тоже расскажу, потому что за несколько лет игры я их накопил. Так получается, что как школьный учитель мне это интересно, как школьным учителям мне это интересно, и я по мере возможностей пытаюсь применять эти вещи в практике. И единственная проблема у моих команд очень мало времени. Все-таки физико-математический лицей в Сыктывкаре это школа, которая предусматривает достаточно большую нагрузку и олимпиадную в том числе. Поэтому на что, где, когда остается не так много времени. Но, тем не менее, игра что, где, когда это игра и индивидуальная, и командная, поэтому тренировки могут быть как командообразующие, так и индивидуальные. И не забывайте про то, что в сети есть замечательный ресурс под названием база вопросов что, где, когда и db.chkk.info и там выкладываются фактически все вопросы когда-либо, проигранные в нашей стране и за рубежом там можно просто по фильтрам допустим, выбирать школьные пакеты и тренироваться. Буквально 20 минут в день самостоятельного чтения 10, 15, 30 вопросов в день и вы почувствуете себя знадоком по крайней мере количество фактов у вас в голове увеличатся в разы. Итак, на этом мы маленькое вступление закончим и перейдем непосредственно к первому занятию. Субтитры делал DimaTorzok